Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней лекции инфекции, передающейся половым путем. И сегодня речь пойдет о хламидиозе, мекоплазмозе, трихомонозе и горнеролиозе. Начнем с хламидийной инфекции. Хламидийная инфекция – это инфекционное заболевание, которое передается половым путем и возбудителем которого является хламидиатрахоматис. В большинстве стран урогенитальная инфекция, вызванная хламидиатрахоматис, является самой распространенной инфекцией, передаваемой половым путем, как у мужчин, так и у женщин. И именно хламидийная инфекция является первой причиной бесплодия. Как же клинически проявляется хламидиоз? Дело в том, что клиника хламидиоза в начале заболевания очень стертая. Практически, если сравнивать с той же гонореей, у мужчин практически нет выделений из уретры. Дизурия наблюдается редко. Может быть, жжение, может быть, зуд, болезненность, дискомфорт. Но оно не выражено. И мочеиспускание может быть тоже учащенным. Но в отличие от гонореи, вот эти клинические признаки, они менее выражены. У женщин тоже могут быть выделения. Но они носят эти выделения и у тех, и у других не гнойный характер, а слизистый в большей степени. И поэтому мало беспокоят пациента. Вот когда уже появляется зуд, жжение, болезненность, тогда пациенты обращаются к нам. Но как показывает практика, Чаще всего пациенты с хламидиозом обращаются к нам тогда, когда они обследуются по поводу бесплодного брака, либо у них появляются уже осложненные формы хламидиоза, когда появляются боли в суставах, и они начинают полное комплексное обследование. И вот тем это заболевание и коварно. Что же происходит при хламидиозе? То есть у мужчин происходит гиперемия отечно-слизистой оболочки наружного отверстия мочи спускательного канала, стенки уретры инфильтрируются, уплотняются. Если процесс этот затягивается на длительное время, то процесс, конечно же, уже начинает распространяться с уретры на другие органы. И в том случае, когда уже процесс длительный, осложненный, то в процесс вовлекаются яички, придатки яичка и предстательная железа. И когда уже у мужчины развивается простатит, он начинает обследоваться и, как правило, выявляется у него хламидиоз. У женщин же клиническая симптоматика тоже стертая. Могут быть слизистогнойные выделения, но мы, когда рассматривали тему гонореи, мы говорили, что у женщин есть физиологические выделения. И поэтому, если эти выделения приобретают какой-то слизистый, такой слегка гнойный характер, то женщина может и не обратить внимания. Но вот когда уже процесс начинает затягиваться, уже процесс существует длительное время, вот тогда уже начинает в процесс вовлекаться не только влагалище, но уже начинаются эндоцервикальные изменения, изменения на шейке матки, и уже в процесс вовлекаются вестибулярные железы, протоки вестибулярных желез, и тогда, когда уже идет осложненная гонорея, женщина обращается. Либо когда у женщины бесплодие, и она проходит комплексное обследование. Лабораторная диагностика. Как же определить хламидиотрахоматис? Скажем так, что необходимо, если обнаруживать в биологическом материале метод реакции иммунофлюоресценции, то нужно обнаружить 5 и более элементарных телец в препарате. Существует так называемый иммуноферментный анализ для определения антигена или комплекса антиген-антитела хламидиотрахоматис, на обнаружен иммуноглобулин Э, иммуноглобулин Ж и иммуноглобулин А. И, наверное, на сегодняшний день самой актуальной и самой значимой является ПЦР-диагностика биологического материала, когда обнаруживается геном хламидиотрахоматис. Почему мы не делаем мазки для того, чтобы обнаружить хламидию? Дело в том, что хламидия, она такой микроорганизм, который занимает промежуточное положение между микробом и вирусом, и располагается внутри клеточной. И она имеет две стадии развития. И в мазках, окрашенных по романовскому гензи, в гензи можно обнаружить вот такие розово-фиолетовые хламидии. Но это очень трудоемкий процесс, и его чувствительность очень низкая. Поэтому мы переходим сейчас на современные методы диагностики, о которых вот только что проговорили. Микоплазмоз. Что такое микоплазменная инфекция? Это воспалительное заболевание урогенитальной системы, возбудителем которого является микоплазма. Микоплазмы и уреоплазмы вообще долгое время считались условно-патогенными микроорганизмами. И только в последние годы, из-за того, что все-таки они вызывают развитие воспалительных процессов в органах малого таза, их относят к числу инфекций, передающихся половым путем. Они тоже могут приводить к осложнению беременности, к прерыванию беременности или же к бесплодию. Поэтому на сегодня микоплазмы относятся к заболеваниям, которые передаются половым путем, и мы их обязательно диагностируем и обязательно проводим лечение. Опять-таки клиническая картина при микоплазмозе очень стертая. То есть как бы все дезурические явления есть, воспалительные явления есть, но они протекают умеренно. То есть, вот как вы понимаете, что, наверное, так вот клинически у мужчин, особенно гонорея, имеет место быть клинически бурно протекающей инфекции. Все остальные протекают как бы подостро. И поэтому, конечно же, пока не начнется осложнение со стороны, скажем, той же предстательной железы, простатит пока не начнет у мужчин, может быть и у мужчин может и не быть диагностирован микоплазмоз. У женщин же тоже характеризуется выделениями и какими-то дезулическими явлениями. Вот как раз-таки дезурия, частые мочеиспускания, какие-то тянущие боли в нижней части, непонятные в органах малого таза какие-то ощущения дискомфорта, вот как раз-таки позволяют заподозрить у женщины микоплазмоз. Тогда как просто по выделениям, по характеру выделениям очень сложно установить этот диагноз. Как его диагностируют? То есть, конечно же, на сегодняшний день ПЦР-лаборатория существует во всех крупных городах, и ПЦР-диагностика является, в общем-то, одним из методов диагностики микоплазмоза. Но вот еще для диагностики микоплазм очень показательным является культуральное исследование. То есть, что же мы делаем? Мы выделяем культуру уриоплазмы, и запомните и обратите внимание на вот этот вот снимочек, при микоплазмозе вырастают колонии по типу жареного яйца. Трихомоноз. Ну, трихомоноз, наверное, это заболевание, которое более часто на слуху, и вызывается, возбудителем его является простейший одноклеточный паразит, трихомоноз вагиналис. Поэтому это не микроорганизм, это паразит. И по течению различают свежий хронический латентный, по фазе острый, подострый, торпедный, и по тяжести течения осложненный, не осложненный. Вот трихомоноз, он имеет вот такую классификацию, схожую с гонореей, и имеет свои особенности, на которые мы сейчас будем обращать внимание, потому что он является одним из наиболее распространенных после гонореи видов инфекций, передающихся половым путем. И вот в клинике трихомоноза, запомните, для трихомоноза характерны жидкие пенистые выделения. Вот если при гонореи это густой сливкообразный гной, при хламидиозе это скудные слизистые выделения, скудные слизистые, при микоплазмозе могут быть слизистогнойные выделения, то при трихомонозе это жидкие пенистые выделения. Причем сразу хочу сказать, что клиническая картина у женщин будет более выраженная. У мужчин трихомоноз, как правило, проходит в очень стертой форме. Если при гонореи, наоборот, именно у мужчин бурная клиническая картина, гнойные выделения, то у женщин как будто бы нет симптомов, при трихомонозе наоборот. У женщин жидкие выделения, серо-зеленого цвета, с неприятным запахом. Естественно, раз это же пенищееся выделения, то это зуд, жжение, неприятные ощущения в области наружных половых органов, дискомфорт во время полового акта, болезненность при мочеиспускании. И вот тут эрозинно-язвенные поражения, слизистые оболочки наружных половых органов. Представьте, вот эти вот вытекающие, такие пенистые жидкие выделения, естественно, они раздражают слизистую влагалище. У мужчин же могут быть неприятные ощущения в мочеиспускательном канале, скудные выделения из уретры, обратите внимание, может быть дезурея, если существует длительно. И уже, конечно, если существует длительно, то трихомонада, это же все-таки паразит, она будет давать какие-то клинические симптомы. Но дело в том, что когда у женщины трихомоноз, очень сложно лечить ее полового партнера, мужчину, который не соглашается с тем, что у него этот диагноз есть. Ну, помните, что вот место имеет быть даже бессимптомно трихомоноз у мужчины. То, о чем я с вами сейчас проговорила, что все-таки, что происходит у женщин, происходит изменение в наружном отверстии мочеиспускательного канала, то есть идет повреждение стенок уретры, естественно, будет гной, ну, я не скажу, будет слегка гной, ну, вот такое жидковатое, отделяемое. Гиперемия отечно-слизистая, вольвы, влагалища, на шейке матки будет ярко красная эритема, затем начинаются эндоцервикальные язвы, рыцлость и отек шейки матки. Вот при трихомоназе очень часто реагирует шейка матки. В то время как у мужчин, да, могут быть гиперемия отечно-слизистая полочки уретры, затем уже, когда процесс длится длительно и может быть осложнение со стороны яичек и предстательной железы. Гарднереллез – это еще одна инфекция, которая относится к инфекциям, передающимся половым путем, вызывается гарднереллы, характеризуется высокой концентрацией таких облигатно-анейробных микроорганизмов и снижением содержания лактобацилл в организме человека. По-другому вы еще можете встретить такой термин или такое определение этого заболевания, как бактериальный багеноз, потому что чаще всего он встречается у женщин, вернее он встречается и у женщин, и у мужчин, но именно у женщин он дает вот такую клиническую картину. Поэтому чем характеризуется гарднереллез? Для гарднереллеза характерны серого цвета водянистые выделения с неприятным рыбьим запахом, что у мужчин, что у женщин. Но у женщин этот клинический симптом выражен в большей степени. У них выделение, напоминающее протухшую рыбу. То есть вот этот специфический характер выделения или запах, который характерен для гарднереллеза, обычно помогает поставить диагноз. Для диагностики гарднереллеза еще используется аминовый тест, когда капается раствор щелочи, выделяемое наносится на стекло, капается щелочь и появляется вот этот неприятный рыбный запах. Поэтому и при диагностике мы можем увидеть, при диагностике мы можем увидеть ключевые клетки. То есть когда в мазке, в окрашенном, мы можем увидеть по типу таких приперченных ключевые клетки при гарднереллезе. Вот эта вот таблица диагностика, я на ней сейчас не буду останавливаться, то, что мы проговорили сейчас по всем вот этим инфекциям, выражено здесь. Но вот по характеру выделения мы знаем, что гонококковая инфекция – это гнойные выделения, густой сливкообразный гной, хламидийная инфекция – слизистые мутные выделения, хронический трихомониаз – это жидкие пенистые выделения, бактериальный багеноз – иногда это практически одно и то же горднереллезе, бактериальный багеноз – это выделение с рыбьим запахом. Вот еще есть кандидоз – это манная крупа в малиновом варенье, творожество и выделение на фоне ярко-красной эритемы. Но мы вам вот эту лекцию в таком варианте, в презентацию загрузим в кейпсель, она уже загружена, вы можете просто потом ее открыть и посмотреть более подробно эту иллюстрацию. Значит, смотрите, цель какая при лечении любых инфекций – это вывести, зная этиология, вывести возбудителя из организма. То есть, соответственно, вылечить так, чтобы не было клинических симптомов, при этом чтобы не было каких-то осложнений, поэтому, как правило, в зависимости от того, какой возбудитель, назначается препарат. Чаще всего, если это, скажем так, наверное, нужно сказать, на что нужно обратить внимание. Первое, что никогда инфекция не бывает моноинфекцией. Обычно идет микс инфекция. Гонорея в чистом виде на сегодняшний день практически не встречается. Она идет в сочетании с трикамонозом, она идет в сочетании с габролиозом. Поэтому нужно помнить, что идет микс инфекция. Поэтому при назначении препаратов использовать, что может быть сочетанная инфекция. И каждая инфекция лечится своим каким-то антибактериальным препаратом. Особое внимание хочу обратить на сочетание трихомоноза и гонореи. Это наиболее частые сочетания. Здесь в чем дело? Если без мазка, не определив наличие трихомонад, начинать лечить гонорею, то мы говорили, что гонокок находится внутри клеток. Вот то же самое. Гонокок находится внутри трихомонад. И если мы пролечим гонорею, убьем все гонококи вне трихомонад, то через какое-то время, а трихомонады это простейшие, она лечится не антибиотиками, она лечится химиопрепаратами. Так вот, из вот этих трихомонад выйдут гонококи, и они вновь начнут размножаться, и вновь начнется клиника гонореи. Поэтому, если идет вот такая микс инфекции, сначала лечат трихомоноз, и потом только гонорею. Но это в том случае, если правильно поставлен диагноз, если мы четко знаем, какие инфекции имеются у данного пациента. У женщин, сразу обычно, когда мы уже смотрим женщину на кресле, вставляем зеркало, мы уже говорим о по характеру выделения, и мы ожидаем то-то, то-то, то-то. У мужчин, конечно, только, ну, любой диагноз ставится, конечно, исключительно при лабораторном подтверждении. Ну вот, для того, чтобы просмотреть, как же принципы лечения, какие-то еще дополнительные моменты, помимо учебника, просмотрите, пожалуйста, протоколы, по которым лечатся эти инфекции. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...